Продолжаем выпуск. Жители дома 49 по улице Свердлова уже на протяжении пяти лет вынуждены терпеть неприятные соседства. Люди жалуются на антисанитарию. Полчища тараканов расползаются не только по подъезду, но и по их квартирам. А в вентиляции находят даже опарашей. Жильцам пятиэтажки пришлось вызвать психиатрическую помощь соседке, так как ее поведение нельзя было назвать адекватным. Подробности узнаем в сюжете нашего корреспондента Вадима Уколова. Еще недавно жильцы 49-го дома радовались тому, какой обновленной и благоустроенной стала их дворовая площадка. Но одно хорошо, другое плохо. Многоэтажный дом буквально кишит тараканами. В одной из квартир третьего подъезда царит настоящий хаос. Как говорят соседи, там проживала пожилая женщина со своей дочерью, которая злоупотребляла спиртными напитками и приводила в подъезд посторонних. Люди жаловались участковому и в социальные службы, но на порог нарушительница порядка никого не пускала. Как выяснилось, сама она стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас мама у нее умерла, а она стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мы ходили с соседом к врачу, вот к этому, и сказали, пожалуйста, помогите, что-нибудь сделайте, чтобы ее как-то надо или лечить, или куда-то как-то определять. У нее было больше десяти кошек. Я вызывала социальную службу, приходили женщины. Вот, она не слушалась, говорила, что у нее одна кошка. Это накапливалось годами. Годами вот это все. Она вот вела такой образ жизни, никого не пускала в квартиру. В итоге женщину отправили на лечение. В дом наконец-то пришло спокойствие, но тараканы остались. Тогда жильцы написали коллективное обращение в муниципальные службы с просьбой помочь избавиться от насекомых. Сотрудники жилинспекции экстренно отреагировали на обращение. В адрес управления поступило коллективное обращение жителей многоквартирного дома на предмет загрязнения жилого помещения, расположенное в этом многоквартирном доме. Нами совместно с управляющей организацией проведены комплексные мероприятия по поводу проверки поступивших сведений. И в результате установлено, что действительно это имеет место быть. В дальнейшем также принято решение о необходимости проведения дезинфекции в данном жилом помещении в целях исключения каких-либо угроз эпидемиологического характера, так как в жилом помещении в значительном количестве присутствуют тараканы, мухи и прочие насекомые. По слухам, эту квартиру планируют продать. Сестра должна приехать с Ленинграда, это ее родная тетка, должна приехать в отпуск и вот этот весь хлам после вот того дезинфекции весь вывести, нанять людей, конечно, и тогда уже продавать квартиру. Она хочет ее туда, якобы, если что-то ее отпустят, ее в конце концов оттуда, то она ее заберет в Ленинград. Вскоре специалисты приступили к дезинфекции жилья. К слову, на полную обработку жилого помещения потребовалось чуть ли не десятки литров химического раствора. Препарат должен сработать в течение 24 часов. Стоит отметить, что благодаря общим усилиям жителей, управляющей компанией и сотрудникам управления жилищной политики округа Муром эта история завершилась счастливым финалом. Не так опасны сами тараканы, как неадекватное поведение жильцов на примере этой квартиры, которое могло привести к более трагическим последствиям. Вадим Уколов, Александр Симонов. Наши новости.